Вновь приветствую вас, уважаемые подписчики! Ну что, на ЕСЦ начался второй день игр. И после разгромных поражений первого дня мы все, тем не менее, были готовы подняться из грязи и найти, найти эти славные победы на второй день чемпионата. Вот, и в первом туре меня встречает оппонент с уже очень знакомым ростером. Наш оппонент в четвертом туре это Сережа из Дубаев. Долбанный генокульт меня преследует, Рома! На самом деле это я все сделал. Потому что нет бога, кроме этого четвертой рукой императора. И примус пророк его. Ну, ачивмент, как говорится, unlocked. Сыграть со всем генокультом на турнире. Ну вот, как-то такая карма выпала. Но справедливости ради у Сереги немножечко другой ростер в сравнении с тем, что мы видели в первый день. У него гораздо более многочисленная группировка по дефолту остается на столе. Ну, нет, у него все еще есть классическая огнеметная колбаска Акалитов, Боинг Аберантов, но правда только один в этот раз, и Боинг Акалитов с пилами, которые, понятное дело, будут выходить в две волны и чаржить наше мягкое подбрюжье. Однако, кроме этого, у Сереги на столе Боинг, так сказать, из десяти шакалов, четыре пачки брутбраверов, две пачки неофитов с автоганами, три по три минометиков, санктус, две шакальи мамы, вот, и это не считая всяких мелких саппортных эндепов, которые будут выходить вместе с культамбушащимися юнитами. Вот, ну там, типа Патриарх, Примус, Магус, естественно, вот в таком вот составе, а два Келлерморфа, что особенно неприятно игроку за Имперскую Гвардию. Вот, таким образом, эта игра будет значительно отличаться от двух предыдущих с Генокультом, ну, чисто потому, что мне в кои-то веки будет с кем поперестреливаться на первый ход. Но и так разбегаться по столу мне уже никто не даст. У оппонента есть силы, чтобы без проблем убить эти разбегающиеся пачки пехоты. Что касается миссии, ну, расстановка у нас по четвертям. Первичка Four Pillars, ну, вот эти вот четыре башни, которые надо скорить. Вторичка Disruptive Signal, кстати. Ну, по четыре можно за стратагемку противнику одну карточку заблочить. Первый ход я продолбал, ну, давайте посмотрим, что нам генокультисты покажут на первый ход. Аж интересно стало. Игра началась, мы не перехватили. Сережа будет ходить первый. Так, давайте располнайся. Вместе с байкерами вот там появился парень, снайпер генокульта. И пострелялся от полкового командира. Снял одну вонду. На столе появился вместо маркеров генокульт. Байки, трубца с героями, мортирочки. Все подвигались, баски остались на месте, баски остались на месте. Мальчишки побежали вперед, хотели добежать до вот этой точки, не добежали. Остальная вся трубца подвинулась вперед. Байки подъехали вперед. Кастуем на байке, плюс одна сила, плюс одна атака. Где этот снайпер, где этот снайпер, говорит этих парнях. Вот этот центральный снайпер убил нашего варлорда. Байки постреляли в нашу трубцу, убили шестерых. Снайперы пытались убить наших героев и крита, стреляли, не попали, не пробили. Вот этот отряд трубцы добил четырех наших мальчишек из прошлого склада. Две пачки вражеских мортир, вот эти, вот эти, стреляли в наши по мортирке, убили полторы базы. И третья пачка мортирок убила одного мальчишку вот в этом отряде. Байки оппонента чаржут ближайшую трубцу на четыре. В принципе, им всего хватило. В базу ХТХ байки убили шестерых гвардейцев. В ответ мы убили одного. Также наш танк оказался завязан. Оппонент ничего не выполнил, кроме фест-трайка и слэйва за варлорда. На первый ход и сбрасывает секьюр шестой. Ну, на первый ход шакалы предсказуемо проехались на 14. Из дробовиков уговорили десятку скрина, подчарджились во вторую. И в результате уже на первый ход один из моих танков завязан. Ну, тут было ничего не поделать. Четверть это все-таки достаточно узкое пространство для такого количества войск, что я выставляю на стол. Там еще этот долбанный лос-блок в углу. Воле-неволе пришлось выводить танки на передний край. Ну, ладно. Один лимон раз, это еще не конец света. Очень неожиданно видеть такое количество фэйр-пайвера от гинокульта на первый ход. Ну, он вроде такой фиговенький. Там что-то типа из автоганов постреляли, из минометиков. Однако гвардейцам в скрине хватило как бы в самый раз. Вот. И вы заметили, какие у Сереги классные брут-брайвер инфантри-сквады, заделанные под вьетконг, вот в этих вот стильных шляпах для сбора урожая риса или же для сбора урожая голов американских оборпехов. Вот. В остальном, три снайперки предсказуемо уговорили моего варларда. Ну, как бы, тут уж ничего было не поделать. Сейчас мы, конечно же, фоллбэкнемся завязанным танком и постараемся ответить на агрессию. Вот. Ну, противопехотной стрельбы у нас много. Дай бог справимся! Наш первый ход нам пришел в Холдзилайн, Мишен Критикал Обжеклиф-1, Дефенд второй и Секьюр первый. Второй здесь. Покажите. Первый у нас вот там. Ну, а Холдзилайн пока не выполняем. Наша трупца поэдвансила вперед. Вот там ребята поэдвансили. Танк отъехал из ХТХ. Ребята на этом фланге и этот ряд, и этот ряд за приказы побегали второй раз. Подбежали ко второй точке. И правый от нас фланг подвигался второй раз за приказы немножко в ту сторону. И одинокая баска мордирок подвигалась немножко вперед. Красный танк решил все пострелять в желтых байкеров. Не добил троих. Зеленая Виверна стреляла главным орудием в желтых Бладбразерсов. Вот этим Хэви Болтером стреляла в байкеров. Хэви Болтер ничего. Главное орудие убило шестерых Бразерсов. Зеленые мортиры добрали Бладбразерсов, которые стояли вот тут. Синяя Виверна из вот этой руинки постреляла вот в этих вьетнамских братьев. Убило четверых. Красная Виверна из той же самой руинки пыталась добрать вот этих вот вьетнамцев. Не удалось. Остался двое. Одинокая красная мортира пыталась добить двух из одного оставшегося отряда. Не добила. Паск решил сделать оверкил. Главным орудием стрелял в байкеров. Остальными своими спонсонами стрелял в двух оставшихся вьетнамцев. Результаты. Главное орудие перегрелось. Нанесло себе одну вунду, но добрало байкеров. Мельты и Ласки добрали двух вьетнамцев. Василиск с той части карты пострелял вот в эти мордирки. Убил всего лишь одну баску. Но второй Василиск, стоящий рядом, добил эти две одинокие баски. Вот тут. За вторую стрельбу с Василиска убрали еще один отряд минометиков вот в этой руинке. Наконец, с нашего первого входа мы выполнили Secure 1, Mission Critical 1, Hold the Line мы скидываем. У нас остается ДФН-2. Вот он, мы его начали. Не, ну я-то, конечно, рачье. Мы это уже установили. Однако это не мешает и не должно мешать нам делать выводы на будущее. Вот. И где-то к четвертой игре я уже плотно укоренился в мысли о том, что артиллерия ИГ-шная, ну по крайней мере в таком количестве, в котором ее набрал я, не нужна. Потому что, ну, она не то, чтобы очень эффективно справлялась со своей задачей. Ну ладно, Василиски, им четвертую игру стрелять не в кого, по сути. Ну, в винометике стрелял, убирал моделью за 120 с чертом очков, а отряд за 33 очка. Ей, допустим. Но Виверна, типа противопехотная артиллерийская установка, стабильно не может убрать десятку ИГ-шников. Ну, там, типа, накидали выстрелы в 13, из них попало 7, пробило 5, какой-нибудь Сэйвец он еще кинул, убили 4 ИГ-шников. Вау! Так что к черту, к черту, к черту. Больше брать не буду. Вот. В целом, по ходу, я решил разогнать пихтуру на обоих флангах. Ну, во-первых, потому что мне нужны были точки и там, и там. Мы все-таки на 4 башни играем. Ну, а во-вторых, надо уже было делать задел на то, что на следующий ход выходит подкрепление эскульд-амбуша. Десятку байкеров мы предсказуемо положили с двух стреляющих танков. Хотя проблем они нам доставили, как бы. Кажется, дрищи дрищами, а все-таки 2 вунды, минус на 1 в них на 2-хит. Пришлось повозиться. Все еще нечем разбирать, ну, сейчас уже осталось их 5, но это все еще много. Пачки брутбраверов и этих, ага, неофитов гинокульта, которые там шарятся по руинам, стреляют из автоганов, дискорят нам точки. А что самое обидное, все это время они еще и фирлисные. Потому что там, там в руинке сидит патриарх. И вот это просто офигеть как-то тяжело. Потому что вот пока ты не убрал их до последнего эгэшника, они будут продолжать скорить точки и гадить тебе. И сделать с ними мы пока ничего не можем. А трех пачек мортир и трех виверн для этого оказалось явно недостаточно. Сережа пришла на упризнанность. Второй ход Сережи. Мальчишки подвигаются к второй точке. Здесь тоже идут вперед. И патриарх вот так вот по-спортивному спрятался вот сюда. Походу будет чаржить. Обе шакалихи и снайпер подвинулись немножко ближе к центру. Застриты гемуоколиты вышли от наших войск в трех дюймах вот такой вот колбасочкой. Будут огнеметами жарить. Киллер морф выскочил от нас в девяти дюймах. И вот из центра появился магас. Гипноз на семь в ближайший танк. Все получилось. Снайпер подвигавшись завалил Крида. Оба снайпера на байках стреляли в трех черных мортир. Убили одну баску. Буки на второй точке стреляли в наших гвардейцев. Убили троих. Киллер морф убил еще одного гвардейца. В том же отряде. И из других пистолетов киллер морф завалил четверых гвардейцев во втором отряде. Огнеметная колбаса из дипстрайка справилась. Сожгла три отряда. Гуки и отряд былых бразерсов стреляли в мортирки. Убили одну баску. Одну ставили в одной руине. Сережины мортирки из вот того угла. Решили парням помочь. Убили двоих-троих. В фазу очередь джей. Патриарх выскочил из этой руинки и подчарджил отряд на 11. Веселым гиканьем гуки подчарджили в двух гвардейцев. Киллер морф решил помочь ребятам, подчарджил на 9, не вопрос. Блокбразерсы чарджат паска. На 8, не вопрос. Пришли. Два сгорела на авервоте. Три сгорела. Покер. Три сгорела, но нам покер. Эти гуки не смогли подчаржить сюда. В этом ХТХ гуки киллер морф убили одного. Мы в ответ ничего. Патриарх при помощи своих подсосов разобрал наших семерых гвардейцев и пришел к полковому командиру. В ответ командир с сапогом раздавил пиздюка. В этом ХТХ никто никому ничего не нанес. Тут наш красавчик сбежал. На ледоке вот эти два мальчишки убежали. А здесь мы юзаем какую-то стратегему. 5-6 и кинешь. И Вова кидает. Нет. В один убежал. И один убежал. Ноу-признесс на два. Супримиси на два. Секьюр-обжектив два. Нормально. Начали дефенд делать четвертого. Ну, пример такого среднего противопехотного юнита мы уже установили. Это Виверна. А вот вам пример хорошего противопехотного юнита. Это колбаска околитов гинокульта с ручными огнеметами. Убрали три десятки гвардейцев. Вообще как нефиг делать. Фланг просто исчез. Растворился. Не было его никогда. Вот. В результате вышла только первая волна культамбуша. А скрина у меня уже как такового нет. Ну, там какие-то ошметки. Здесь какие-то ошметки. Сейчас их гуки из автоганов перещелкают. В результате в районе артиллерийской парковки уже шарится патриарх. Да, он на некоторое время застрял в полковом командире. Однако это ненадолго. И даже пачки брутбрайверов и неофитов уже приближаются. Вон одна завязала паска. Ничего он с ней сделать не смог. Какой можно сделать вывод из сложившейся ситуации? Я думаю, что больше пехоты и меньше техники. Как бы нахер, нахер, нахер этот спам машинок. С ними больше возни, чем пользы. Только завязываются в ХТХ постоянно. И скринить их приходится. Ну, на. В следующий раз попробуем билд на спаме пехоты. Может быть, взлетит. Так, ну сейчас второй ход. Давайте посмотрим, от кого нам удастся отстреляться. Не, ну, в первую очередь, конечно, нужно решить проблему с патриархом в деплое. А то он уж как-то совсем оборзел. Начало нашего второго хода. Нам пришел Дефенд-6. Поскорить первую точку. И Зан Дефендить в пятую. Ошметки трубцы, адвансит на 8. И полковой командир что-то бежит, в себе там прячется. Одинокий миномет поэдвансил вперед. Паск фуллбэкнулся. Танк подвигался сюда, в сторону Виверны Зеленой. И потратили КП, чтобы все равно стрелял. Первая пачка Сционов появилась за спиной у нашего одинокого Джо. И неожиданно для оппонента за спиной у него появляются еще две пачки Сционов с их командиром. Зеленая Виверна добила желтых Блуд Блуд Бразерсов на шестой точке. Первая пачка Сционов в легкую разобралась с снайпером вражеским, перегрев плазмы. Вторая пачка Сционов тоже перегрела плазмы и просто разорвала эти минометики. Красная Виверна стреляла вот в ту огненную колбаску, которая пришла в прошлый год и убила шестерых. Ее соседка Синяя Виверна с двойной стрельбой убрала четырех ребят из твоей огненной колбаски. Фиолетовый Василийский стрелял по той огненной колбасе, убил четверых. Второй Василийский стрелял туда же, убил одного парня всего лишь. Красный танк разделил стрельбу. Главное орудие в гуков, остальные орудия в бывшую огненную колбаску. Убил одного из огненной колбаски. И из главного орудия убил восемь гуков на третьей точке. Так как здесь комбуха, танк будет стрелять в батьку на шесть плюс. Вова решил греть плазму. Себе танк нанес четыре марталки и батьку оставил в двух ранах. Ирегретые плазмачи убили батьку, но один из них перегрелся и помер. Стрельба по губкам на второй точке ничего не принесла, но они провалили так, убежали. ОМАЭЛ выполнили держать первую точку. Какой был смысл падать большей частью Сционов в диплое у Сереги, когда фронт уже и так прорван? Объясняю. Дело в том, что по этой миссии есть еще одно условие победы. Игрок, который за пару ходов убил больше отрядов противника, получает дополнительный виктори-пойнт. И учитывая, что и у меня, и у Сереги очень много маленьких отрядов, которые легко убить, битва именно за этот виктори-пойнт, каждую пару ходов шла очень ожесточенная. Собственно, именно поэтому я стрелял и по его пачкам минометов. И вот сейчас с Сционами упал, чтобы прибрать пару плохо лежащих эндепов. Ну и приблизить себя к этому виктори-пойнту. Вот. Кроме того, условия первичной миссии, вот это Four Pillars, они достаточно сложные для выполнения. Чтобы хоть что-то получить по этой миссии, ты должен скорить больше точек, вот этих вот четырех, чем твой оппонент. Что достаточно тяжело, учитывая, что у нас у каждого по точке в диплое. Соответственно, на какой-нибудь другой стоят два недобитых гвардейца, все. Никаких виктори-пойнтов. С Патриархом получилось забавно, то есть... Ну да, его нужно убирать, однако особо нечем. Он ближайший только к одному из танковых командиров, который помывался, да еще и к тому же под массовым гипнозом. То есть, ну, он попадал вот типа на шестерочке и грелся на единицы, двойки, тройки и, по-моему, даже четверки. Вот. Но я решил, что мы живем один раз, отстрелялся и, в общем-то, не жалею. Оставшиеся две вунды сняла последняя пачка стационов, тактикульно упавшая поближе к Патриарху. Вот. В целом, гуки в кои-то веки начали разбегаться по ледоку, потому что Патриарха не стало. Однако, праздновать победу, как всегда, еще рано. Огнеметной колбаске мы не смогли внести достаточно серьезного урона. Там еще 7-8 околитов, которые сейчас придут и наведут порядок. А самое опасное, в резервах у Сереги остается десятка аберрантов и 15 околитов с шестью пилами. Как бы завершение банкета. Ну вот, сейчас они выйдут и будут пытаться чарджить. И единственное, что может спасти нас в настоящий момент, это два кола при определении дистанции черджа. Третий ход Сережи, ему пришли Секьюр пятый и еще один Секьюр пятый, Хуликан. Из Дипстрайка пришел еще один Киллерморф. Блокбразерсы подвигались в сторону Аберрантов. Аберранты пришли к девяти от танка. И походили еще на четыре дюйма. Ну типа пятый чардж. Слева и справа от этого отряда Аберрантов выпал их друг с палкой и Примус. Также пришли Акалиты в девяти от Паска. И в девяти от Сиончиков. Сзади них появилась Икона и некий Кламаус. Этот ганг с Кастель минус на тухит. Блокбразерсы постреляли в Сионов, убили одного. Хиллерморф стрелял в Сионов, убил одного. Снайпер стрелял в Сионов, попал, не пробил. Хиллерморф сбрил эту пачку с Сионов. Гуки и Примус, которые вот здесь сидят, стреляли в Баску. Баска все откинула. Парни почарджали и в Баску, и в Танк. На Авервочи ничего, они дошли. Гуки чарджали в Командира и в Танк. Дошли только до Командира. Чардж в Паска на 7 с реролом. Рерол? Мало. Фух, блядь, еще раз мало. Только что ребята не смогли почарджить в Паска. Вы все видели. На Авервочи парни сбрили двух. Но он дошел и очень злой. Эти ребята чарджали и сюда, и туда на 8. Поэтому решили прийти вот сюда. Ребята чарджат на 8 в первую пачку с Сионов. Кинули сначала 7. Приролили 1 куб за КП. Получилось 12. Пришли. 7. И опять магия кинокульта. Примус кинул 9. Не вопрос. Парень очистил точку. 11 атакс. Парни разорвали командира. Ну давай. Куда-то мы там. В базу ХТХ парни убили 4 в первой пачке и залочили вторую пачку. В ответ мы навернули двоих всего парней. Метаморфы разорвали базу и убили танк. Танк не взорвался. Сажи и Ленин. И в данный момент Сережа нас учит потному Вархамеру. А мы-то думали, что он нам друг. Залочил и Паски, и Красного Виверна. И Красного Виверна нет, но одна разорвала. Скорее всего, нет. Вот негодяй. Фимус бил, ничего. Значит, Гуки? Гуки подрались с командиром, разменялись. Они ему одну бунду, он одного убил. И еще с полковниками. Сережа поскорил пятую. Пятую. Это и это. Тексты он в 4. Начал. Не, ну по крайней мере, результаты этого хода гидокульта можно назвать справедливыми. Сначала Серега, конечно, порадовал меня чержом на 10 в сционов у себя в диплое неофитами. Чержом на 9 примусом в танк. Что-то там на 8 или на 9 околитами на правом фланге в последних двух гвардейцев. Однако после этого провалил чашу на 7 с рероллом в Паска своим Боингом с пилами. Так что я думаю, что мы квиты. Боинг-абирантов, предварительно получивший Perfect Ambush, естественно, без проблем дошел до танкового командира в диплое и нафиг его сломал, на консолидации завязав артиллерийскую парковку. Ну да ладно, она и так нифига не делала. В целом все плохо, однако не так хреново, как могло бы быть. На свой следующий ход я постараюсь разобрать бой к спилами, ну раз уж он так любезно стоит в чистом поле. Вот, и наверное начнут думать, как бы нам похитрее фоллбэкнуться от абирантов. Благо артиллерию они завязали только чуть-чуть. Мува не хватило. Наш третий ход пришло говно. Дефенд второй, Дефенд шестой. Это осталось с прошлого раза. Одна пачка сционов и командир фоллбэкнулась, но вот здесь вот хитрая коробочка не дает никому уйти из ХТХ. Мортирки и Виверна фоллбэкнулись. За приказы командир побежал вперед, а сционам за приказ стрелять. Красный реликовый танк фоллбэкнулся от Примуса. Виверна зачистила четвертую точку. Трят сционов стрелял в киллер Морфа, снял всего две вунды. Синяя Виверна зачистила вот здесь парней. Два Василиска, артиллерийский офицер, Виверна. Все стреляли вот в этот отряд. Оставили только одного парня. Зак. Два КП, автопроход Морали сделал Сергей. А вот тоже наш подписчик. Негодяй. Победил, да? Молодец. Молодец. За Россиюшку не стыдно. На моюлю мы ничего не выполнили. Сейчас опять нет пшенки. На наш ход Сережа задефендил первую точку. Четырот шесть. Четырот шесть. Пользовательно кольт. Ну, в то время не хватило, а кедокольт у меня продавил. Скажите, все. Возможно. Если я здесь натяжу, то он может еще чуть больше. Но, как тебе? Да, как тебе приятно. На самом деле мы с Вовой специально поддались, чтобы просто оппоненту все было хорошо. Самое обидное, что ужасно не прет Маэль. Я вот еще за три хода игры вытащил, по-моему, весь дефенд, что был в колоде. А видит бог, вы сами наблюдали, что происходит на столе, малость не до дефендов. Других забот хватает. На этот ход, чисто за счет того, что я хожу вторым, мне опять удалось задинаить Сереге скоринг четырех башен. А вот с Боингом с пилами вышла неувязочка. Там остался ровно один акалит. Ну и Серега, конечно же, с троллфейсом сделал ему автопроход ледока. Вот. Дальше у нас закончилось время на партию, поэтому четырнадцать шесть в пользу Сереге. Не такой уж и сильный разгром, как ожидалось. Но, думаю, если бы партия продолжалась еще пару ходов, ничего хорошего это бы мне не принесло. Да, Серегу мы сильно потрепали, однако у него остается этот долбанный поинг в десять аберрантов. Что делать с ним? Да фиг его знает. Ну и чисто вот за счет этого большого количества индепов на столе он просто может каждый ход чаржать мои танки и завязывать их, не давать им стрелять. Вот. Приятная партия, очень веселая. Мне понравилось, что у Сереги такой вот немножко нестандартный ростер гинокульта с большим количеством юнитов, начинающих на столе. Вот. Было очень интересно. Спасибо за партию, приятель. Вот, ну а падение все ниже и ниже продолжается. Я уже распростился с надеждами удариться об дно, но, однако, впереди еще две партии, и что произошло в их рамках со мной, вы узнаете в следующем репорте. А сейчас, извините, мне нужно вынести мусор. Субтитры сделал DimaTorzok